Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку. Сегодня приготовим два вида салата, основой которой будет оливье с кальмаром. Будет интересно, так что присоединяйтесь и приступим! Отварим овощи. Картофели беру много, сразу и на салат и просто на еду. Подготовим кальмар. Почистим внутренности. Чтобы кожица отходила полегче, подержим несколько секунд в кипятке. Затем отправим в ледяную воду. В принципе, можно почистить и без этого. Отделить кожицу и обязательно снять небольшую прозрачную кожу. Кипела наша водичка. Слегка ее подсолим. Перец и лавровый лист я не буду добавлять, хотя можно. Отправляем по одной штучке. Отварим кальмар. Для этого в кастрюльку наливаю немного воды, чтобы она покрыла кальмар. Это даст быстрому закипанию и кальмары от этого не переварятся. С момента закипания варим секунд 30-40, но не более минуты. Так делаем с другими тушками. С горошка сольем жидкость, но не выливаем. Она пригодится для заправки. Горошек высыпаем в салатник. Теперь очистим остывшие овощи. Теперь начинкуем кальмар. Обычно для других салатов кальмар режу соломкой, здесь порежу немного помельче. Картофель и морковь порежем, как обычно, на оливье кубиком. Возьмем свежий огурец. Порежем также соленый огурец летом. Даже в мясной салат я не добавляю. А вот репчатый лук добавляю всегда, и зимой, и летом. В этот салат добавлю много зелени. Возьму укроп, петрушку и возьму зеленый лук. Ну вот, основа для наших дальнейших салатов готова. Попробуем. Можно подсадить, и не хватает майонеза. Ну и заправки. Для зеленого горошка у меня осталась жидкость. Также возьму для майонеза постного оливковое масло, столовая ложка уксуса, чайная ложка сахара, половину чайной ложки соли, траванские травы я добавлю, чайная ложка горчицы. По гружному блендеру у меня нет, обычно делают по гружному блендеру, но я попробую сделать обычным миксером. Обливаем гороховую воду, поправляем сахар, соль, правим горчицу, плюс сразу прованские травы. Так, еще добавим уксус. Забыли. Забивать на маленькой скорости, подливая растительное или оливковое масло тонкой струйкой. И взбиваем некоторое время. Добавляем плотности майонеза. Справка моя получилась пикантная, но не очень плотная. Все-таки для нее нужно погружной блендер и немного другие пропорции. Теперь переходим к первому варианту оформления нашего салата. На порцию салата добавляем креветки, добавляем красную икру. Икра у меня не настоящая, имитированная, но если добавить красную и настоящую икру, будет очень даже замечательно. И поливаем нашей заправкой. Добавлю черный перец. Первый вариант салата наш готов. В принципе, такой салат можно подавать на любой праздник. Он очень красивый и торжественный. Также для второго варианта выкладываем салат в тарелку и посыпаем рубленым яйцом. Для украшения кладем ломтики побольше. Украшаем также креветками. Добавляем обычный мазик. Люблю черный перец. Обязательно его добавляю. И веточку укропчика. Второй вариант нашего салата тоже готов. Так что всем приятного аппетита! Заходите в гости, подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось видео. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok